Вместе с губернатором региона он отправился в главный краевой вуз всех спортсменов. В учебном корпусе Университета физкультуры гостям показали реконструированный легкотлетический манеж. Это три этажа, на которых разместились беговые дорожки, сектор для прыжков с шестом и даже стрелковый тир. Помещения оборудованы и для маломобильных людей. Здесь занимаются много паралимпийцев. Павлу Колобкову и Вениамину Кондратьеву также показали учебно-спортивную площадку под открытым небом. Здесь проходят тренировки по пляжному волейболу, футболу и теннису. Кадры, которые сегодня готовит Академия физкультуры, они же для наших муниципальных образований, для наших спортивных школ, спортивных секций. Они для молодежи Кубани, в первую очередь, Краснодарского края. Поэтому, безусловно, мы обязаны идти вместе, мы обязаны поддерживать друг друга и интегрированы друг в друга. В этом случае, только мы достигаем того результата, который перед собой ставим. Развитие спорта, массового спорта в первую очередь. Уровень кадров, которые работают с нашими студентами, смену тренерскую, очень серьезные кадры. Я рад, кстати говоря, что сейчас у вас уже прошла компания по поступлению в ВОЗ. Я очень рад, что такая востребованность, в принципе, это не такой большой конкурс. Здесь важно заметить, почему конкурс растет в Академии физкультуры. Потому что они востребованы сегодня, как училия в школах, училия физкультуры, спортивные секции, спортивные комплексы строятся. И там они тоже востребованы уже выпускники Академии физкультуры. Поэтому, почему мы вместе одно дополняет другое. То есть, где-то мы нуждаемся в максимально кадровом потенциале Академии физкультуры, создавая спортивный потенциал в муниципальных образованиях нашего края. Все это лишь первый этап учебно-спортивного центра будных видов спорта и атлетики, который в будущем появится на этой территории. Проект комплекса ректор Краевого университета физкультуры показал министру спорта России и губернатору Кубани. Развитие объектов спорта, неважно какого уровня, а не краевого, федерального, муниципального. Вы сейчас видите, что объекты федерального уровня, спортивный объект, но в целом выиграют жители края. Развитие спорта в регионе сегодня на достаточно высоком уровне. Еще раз подчеркиваю, неважно какое финансирование, мы благодарны вам за федеральное финансирование, краевое, муниципальное, жители. И сегодня те мальчишки и девчонки, которые хотят заниматься спортом, они эту возможность имеют. Павел Колобков сегодня также посетил стадион Краснодар. Ему показали новую спортивную инфраструктуру, в том числе тренировочные площадки и футбольную академию. Выдох. Выдох.